Привет всем, с вами Хомиш и это передача Танка Дайджест, в которой я вам рассказываю о каких-то интересных новостях, случившихся за последние несколько дней. И конкретно в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о шведском танке, который добавили на супертест, плюс каких-то шведских национальных особенностей, включая экипажи, отметки и прочее. При этом зачитаю целую кучу ответов разработчиков, плюс вы узнаете дату выхода обновления 9.15 и еще много-много-много всего. Даже не знаю, насколько может получиться этот выпуск, но как мне кажется, он будет длинным, поэтому будьте готовы. Для тех, кто спросит или скажет, а почему же так долго не было Танка Дайджеста, я отвечу, что за вот этот период, пока он отсутствовал, никаких толком годных новостей не появлялось. Но вот буквально вчера-позавчера что-то появилось, но вчера я записаться не смог, потому что болела голова, причем очень сильно. Поэтому я решил, что запишусь прямо с утра 21 мая. И вот сейчас 21 мая, утро, я начал записываться, надеюсь, вы все довольны. Тем более новостей накопилось действительно много. И начну я с максимально свежей новости, которая появилась буквально 15 минут назад, где я буду одной строкой зачитывать комментарии Константина Солдатова, Фото на 64. Тестовый сервер Песочница будет в июне, то есть уже совсем скоро. 9.15 выйдет во вторник, 24 мая. То, что на тесте все стреляют голдой, не есть хорошо. Возможно, что-то изменим. Замена в Аффентрагер Ауф Е100 это последнее изменение в ветках до глобального ребаланса. Выходит, что другие изменения будут только после, а это уже, наверное, даже в начале 17-го года, либо в конце 16-го. Футбол этим летом, следите за новостями. И это неудивительно, так как Wargaming буквально пару дней назад снимал ролик, который будет, видимо, трейлером к этому самому футболу. Замены превосходства в ближайшее время ждать не стоит. В будущем второй сезон ЛБЗ планируется, но когда конкретно, сказать сложно. В нем постараемся мы избежать все ошибки, допущенные в первом сезоне. Идентификация модов, сертификация, одна из возможных реализаций по борьбе с запрещенными модификациями. Работаем в этом году. Марафонов совсем не будет, и это печально. Бонус за танкование пока что отложен, и это тоже печально. Бонусы за медали обсуждаем, но не более. Вообще награды это всего лишь памятная штука. Баг с клановым камуфляжем исправят, но в 9.15 не успеем. Возвращение вафли не планируется, и даже в виде переработанной. Ап льва также не планируется. Решение по новому запрещенному моду мортирный прицел есть, но в 9.15 мы также не успеем, поэтому пофиксим позже. Чисто колесные танки пока что не планируется. Но раз уж было уточнение в слове чисто, значит может быть какой-то гибрид. Такие были и у шведов, и много еще у кого. Замена FF215B была в виде чифтерна, но пока что нет. Подготовлено все это пабликом Вотэкспресс, которому огромное спасибо за это. Ну что ж, с ответами Фатона мы разобрались, и теперь давайте взглянем на шведский экипаж. Что у нас имеется? 18 лиц мужчин и 3 дамы. Кстати, непонятно почему девушек всего лишь 3, но раз уж так, то что поделаешь. Все эти лица рисовались с реальных людей, и кстати погодные тоже вроде как историчны по отношению к чешским войскам. Ну и плюс ко всему этому мы имеем шведский флаг, который тоже естественно историчен. И отличительные отметки в виде обычных полосок, которые кстати вполне себе приятные. Ну а что касательно доппайка у Швеции, так это кофе с выпечкой. То есть вообще ничего особенного, но это и не важно в принципе. Если же вернуться к первому шведскому танку на супертесте, то это СТ-шка 6 уровня под названием СТРВ М42-57 Альтернатива А2. Которая является таким, можно сказать, аван-проектом по изменению СТРВ М42 в сторону танка с качающейся башней и барабана. Что конечно вполне себе исторично, но я удивлен, что разработчики пошли на вот такую вот меру. Хотя видимо они решили, что сразу когда добавят Швецию, появится ветка тяжелых танков, где будет КРВ и Эмиль. Которые грубо говоря, как вот этот вот наш СТРВ, только большие и тяжелые. Отречает наш танк то, что у него имеется хорошее барабанное вооружение. С хорошим пробитием и вообще в целом очень приятное. Я бы даже, ну честно говоря, удивился бы, если бы такое орудие увидел на 6 левеле, а тут оно у нас присутствует и вполне себе годное. Даже получше некоторых орудий 7 уровня, и это странно. Возможно, кстати, эту пушку занерфят. Но, честно говоря, здесь у нас еще имеется и другая пушечка, которую можно было бы спокойно оставить, и танк бы смотрелся как простой 6 уровень. Кроме вооружения у нас ничего не имеется. Ведь эта машина без брони, без какой-то супер хорошей динамики и практически вообще без ничего. То есть главная его фишка будет именно вот эта самая пушка. На этом моменте может показаться, что у меня толком не осталось новостей. Но нет, еще имеется тонна ответов разработчиков, которые я сейчас начну зачитывать. И всякие мелкие новости, вроде появления 112 в премиумном магазине в честь того, что его убирают у нас в обновлении 9.15. Не знаю, зачем так решили. Спонтанно взяли и выводят 112. Может, чтобы привлечь внимание к танку, на который практически всем пофиг. Я не говорю, что танк плохой, просто он действительно не популярен. Но, честно говоря, не ясно, зачем это сделали. Кстати, что касательно появления всякой уникальной техники в премиум магазине, я бы, честно говоря, ни на что не обращал внимания, кроме третьего турана, который я бы очень хотел. Но как-то не хочется опять тратить деньги, как получилось у меня с М4190 ГФ, и он оказался плохим. Поэтому, если кто-то хочет, можете подарить подарок, и я сделаю видос по турану. Но я никого не принуждаю, просто говорю, что я не готов на него тратить деньги. Однако танк, судя по всему, интересный. Тем более, венгерский, как-никак. В общем-то, со всеми мелочами мы разобрались, и теперь я перехожу к ответам разработчиков, которых достаточно много, и все они интересные. Будут ли в клиент добавлены данные о проходимости и стабилизации техники? Однозначно сказать, пока что не можем. Это еще обсуждается. Какие дополнительные параметры добавить и отображать в характеристиках, судить еще рано. Но, возможно, будут все. Когда ожидается перебалансировка скорострельности топовых пушек британского Валентайн, с которым танк не играбелен? Никаких перебалансировок орудий Валентайн не планируется. Когда на Каернарвон вернется топовая башня от настоящих Центурионов, вместо придуманной на базе прототипа? Да, замена башни будет, и, возможно, к концу этого года или начале следующего. Планируется ли добавить на Челленджер 20-фунтовую топовую историчную пушку? Нет, не планируется. У ВЗ-120 два топовых орудия, 100-мм и 122. Планируется ли добавить 100-мм на танк 121-й? Нет, не планируется. И этот вопрос меня поразил, зачем это 100-мм к 121-му? Когда и как будет проходить ребаланс артиллерии? Ребаланс САУ будет происходить вместе с глобальным ребалансом остальных танков. Подробности о сроках этих изменений мы сообщим уже очень скоро. Будут ли перерабатывать карты, особенно коридорные? Планы на переработку некоторых карт есть и уже определенные, но пока что это все еще обсуждается. И как именно лучше сделать, сказать мы не можем. Предпринимаются ли какие-то меры на уровне разработчиков относительно запрещенных модов? Да, конечно же предпринимаются. И мы будем уделять вредоносным модам все больше внимания. Пока что без подробностей, чтобы не облегчить жизнь создателям этих модов. Мы и впредь будем поддерживать модификации, но будем активно бороться с модами, которые плохо влияют на нашу игру. Есть ли планы по улучшению матчмейкинга на основе мастерства игроков? Может быть баланс плюс-минус один вместо плюс-минус два? Пока нет никаких планов на нечто подобное. И ребят, ну вам не надоело это спрашивать? Будут ли как и когда изменятся, убираться премиумные снаряды? Никаких планов по выводу премиум снарядов из игры пока что нет. Но при этом в процессе глобального ребаланса вполне возможны изменения параметров всех механик работы всех снарядов. Будет ли изменен принцип ВБР, погрешность в 25%? Таких изменений пока что не предполагается. Есть ли планы по созданию улучшенной версии обучения? Да, в планах есть доработки и улучшения обучения для игроков. Новые звуки низкокалиберных орудий могли бы быть реалистичными, но они звучат плохо и скучно. Будут ли звуки вновь перерабатываться? Может быть будет предполагаться альтернативный пакет со старыми звуками? Текущий контент звуков будет расширяться, но старые звуки ни в каком виде в игру попадать не собираются. В 9.15 вы меняете баланс 16 премиум машин, как вы определили в какие именно танки и какие именно изменения нужно внести. По имеющимся у нас на руках статистики этих машин. Что именно и как улучшать для машин определяем также по статистике и по экспертному мнению отдела баланса техники. Когда в танки добавят больше кастомизации, больше камуфляжа, больше вариантов эмблем и надписей, расположения, цвета, шрифты и т.д. Пожалуйста возьмите мое золото за это. Нам пока что нечего сказать по этой теме, однако она обсуждается. И честно сказать очень жаль, ведь я тоже был бы рад давать золото за то, чтобы свой танк сделать уникальным. Да, за то, чтобы поставить в любое место, где мне хотелось бы надпись, за то, чтобы добавить какой-нибудь ящик на уязвимое место, что было бы допустим не так уж и значимо, но хотя бы один выстрел могло бы сдержать. И всякие такие вещи. Это и правда не так уж и сложно, если вспомнить особенно всякие игрушки типа Carbon и Pro Street, которые вышли блин 10 лет назад. И в них это все было, а наша игра сейчас, 2016 год, уже середина и не могут сделать хотя бы элементарную кастомизацию. Но это не серьезно, правда, прошло уже много времени и можно было что-то изменить. И это принесло бы больше дохода разработчикам. Дота вот например только с одной кастомизацией и живет вообще-то. Карты это больная тема. Дадите ли вы возможность игрокам голосовать за карту, на которой играть до начала боя? Пока такого в планах нет, однако нам очень важны отзывы игроков по данному поводу. Виктор упомянул изменение системы навыков, будет ли она изменена по образу консольной версии. Пока что мы не пришли к окончательному решению насчет того, как именно стоит поменять систему навыков. Когда год назад были запущены кампании личных боевых задач, ходили слухи о том, что новые кампании будут добавляться каждые 6 месяцев. Поменялись ли эти планы? Можете ли вы назвать ориентировочные сроки следующей кампании? Это были всего лишь слухи. Могу сказать только то, что новые сезоны ЛБЗ есть в планах. Но пока каких-либо сроков нет и нельзя даже ничего сказать. Вы убираете карт больше, чем добавляете. Почему вы не даете сообществу доступ к созданию карт? Посмотрите на успех мода в Team Fortress или Halo Forge. Игроки способны создать отличные карты. Они могут даже работать совершенно бесплатно. Увы, наш инструментарий не позволяет разрабатывать карты на стороне. Когда мы убирали часть карт, которые больше всего не нравились игрокам, мы тоже вносили некоторые изменения. Которые предоставляли большое разнообразие локаций, особенно на средних уровнях. На данный момент у нас есть много новых карт разработки. И мы расскажем о них больше, как только они будут готовы к выпуску. Будут ли вновь рассмотрены и протестированы карты большего размера? Вполне возможно. Множество игровых режимов были выпущены и вскоре закрыты. Исторические бои и бой до последнего. Чем будут отличаться новые режимы? На данный момент мы сосредоточены на доработке и исправлении того, что уже имеется в игре. В World of Warships любой премиум капитан может обучаться на любом премиум корабле при условии, что он той же нации. Будет ли у танков то же самое? Экипаж тяжелых танков в премиум СТ без штрафов? Нет, такого в планах нет. И кстати отчасти это печально. Можно было бы упростить задачу. Ведь танковый экипаж в принципе мог бы в любой танк влезть. Хавок был отменен? Мы не отменяли работы по нему, но пока не можем сказать ничего нового. Вы анонсировали закрытие боя до последнего. Это значит, что у вас больше не будет возможности получить Т-22 средний. Будет ли какое-то решение или вариант, который сможет заменить ЛБЗ на Т-22? Увы, нет. Не прямо сейчас. На данный момент мы не планируем никаких других способов получения этого танка. Первейшая наша задача относительно Т-22 это выяснить, насколько танк хорош в бою после ребаланса. На основании чего мы сможем принимать какие-либо дальнейшие решения. В новостях с ответами разработчиков от 27 июня прошлого года была информация о М47 Паттон. Есть ли какие-то новости по поводу данного танка? Мы бы хотели знать больше деталей. Пока никаких деталей по этой машине нет. Возможно ли сделать матчмейкинг для 2-4 уровней плюс-минус 1 уровень боев? Очень тяжело наслаждаться игрой с машинами уровней плюс-2, будучи новичком. Пока речь о балансировщике плюс-минус 1 вообще не идет ни для каких случайных боев. Что вы думаете о топовом чешском танке? Ведь он действительно имба по сравнению с остальными. Его нужно как минимум понерфить, чтобы он соответствовал другим. Изучаем статистику. И если она покажет необходимость нерфа, мы это сделаем. Недавно много их своем функции миникарты были включены в базовый клиент. Каковы дальнейшие планы? Будут ли включены какие-то другие моды? Наши мододелы выпустили множество отличных модов за эти годы. И да, мы хотим и дальше интегрировать некоторую функциональность наиболее популярных модификаций в игру как официальную часть основного клиента. Версия 10.0 была названа Рубиконом. Сейчас она отложена. Как долго будут выходить версии 9х? Пока сложно сказать. Мы решили не гоняться за громкими названиями и просто выпускать хорошие патчи. Нам очень понравился режим на 1 апреля, но есть одна вещь, которая нас очень расстраивает. Каждый фановый режим, который делает Wargaming длится слишком мало. Есть ли шанс поиграть в этот фановый режим еще? Возможно ли его оставить на фановой основе? Сейчас таких планов нет, но мы очень рады, что игрокам понравился 1 апрельский режим. И тут я немного от себя добавлю. Было бы неплохо дать возможность докачать, например, в лаунчере какой-нибудь из фановых режимов и кататься на том или ином варианте фан-режима тогда, когда вам хочется. То есть добавить и гонки, и всякие 8-битные истории и прочее, прочее. Но включить их как дополнение к основному клиенту. И те, кто хотят в них играть, будут в них играть, собственно. Это же не проблема. Ну, не знаю, видимо разработчики пока над этим не думали, что, конечно же, печально. И на этом сегодняшний ответ разработчиков и мой Танкодайжест заканчивается. Я уже, честно говоря, вымотался, понимая, что уже 2 часа дня, а начал я в 10 с копейками. И, честно, не ожидал, что это так долго затянется. Но ничего, просто меня еще отвлекали пару раз. В общем, надеюсь, вы остались довольны. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Ну и удачи вам и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok